Девушки отдыхают Оставили память о себе в руинах могучих городов, языках и традициях современных народов. При их власти стала активнее торговля на Великом Шелковом пути. В 13 веке на землях Евразии формируется самая крупная империя Средневековья. Ее основатель, полководец Чингисхан, еще при жизни носил звание потрясателя вселенной. Недаром, ведь впервые в истории в одних руках сконцентрировалась власть над огромными территориями. Большей частью известного тогда мира практически от берегов Тихого океана до Европейского Средиземноморья. Столетиями вокруг Золотой Орды создавалось множество мифов. Хорошо известный нам образ кочевников-разрушителей сегодня разрушается сам. Ученые находят новые факты о вкладе степных народов в развитие международной торговли, налоговой политики, веротерпимости, языков. Сейчас многие государства называют себя наследниками этой империи. Так кто же они? Прошедшие полмира войны потрясателя вселенной. Чтобы разобраться в этом, мы встретились с ведущими исследователями Золотой Орды. Побывали в местах ханских ставок и на руинах торговых городов. Посетили священные места средневековых кочевников. Это самая высокая точка степного Улутау. Священная гора. Называется она Ак-Мечеть или Аулие-Тау. Термин «Монгольская империя» условный. Так привыкли называть государство Чингисхана. И монголы, как нации, отнюдь не были в нем подавляющим большинством. Многие думают, что монгольская империя – это как бы монгольский народ его создавал. На самом деле монголы – это политоним. Это союз племен. И вот советский народ. Говорили «советский народ», а ведь в составе советского народа были и русские, и украинцы, грузины, казахи и так далее. Но монгольская империя состояла из ойратов, халха и тюркских племен. Свою империю Чингисхан еще при жизни разделил между четырьмя сыновьями. Все их владения или улусы должны были подчиняться главному правителю – Кагану. Есть джувиний, который описывает, что улужжучий охватывает территорию от Каялыка до Саксина. Каялык – это восточная часть Талдегурланской области, то есть это восточная Семеречья, условно говоря. То есть это средневековое городище. А Саксин – это возле Астрахани. То есть фактически вся территория Казахстана входила в улужжучий и полностью совпадала по территории. В последующем сам улужжучий расширился до владений, до Валахии, до Молдовы, улужжучий в завоевании. Именно с этих земель началось формирование нового государства – улуса Джучи. Позднее историки назвали его Золотая Орда. Надо понимать, что под термином Золотая Орда и Ак-Орда, или Белая Орда, мы всегда должны понимать, что на самом деле это не было названием государства. Название государства было улужжучий. А Ак-Орда, Алтын Орда – это название резиденции. И, например, у казахов до сих пор в эпосе, до времен Аблайхана и Жангирхана, то есть это 18-19 века, Ак-Ордой называлось место Гехан. И даже сейчас, например, у нас резиденция правителя Казахстана, то есть президента, называется Ак-Ордой. Считается, что свое последнее пристанище Джучи, или как в Казахстане принято называть Жошихан, нашел вот в этом мавзолее. Это географический центр казахских земель. Мы находимся в Улытау. Здесь множество сакральных объектов, а саму землю казахи считают священной. Джучи был старшим сыном Чингисхана от его первой жены, Барте. Еще на заре создания империи он активно участвовал, потому что первые его самостоятельные именно походы из всех сыновей он именно предпринимал. Он покорял Южную Сибирь самостоятельно, причем проявил себя не только как полководец. Везде говорят, что он был достаточно удачливым полководцем, но кроме того, он изначально проявил себя как политик. Потому что большую часть земель, которая вошла в состав его улуса, он покорил дипломатическим путем. В 1207 году Чингисхан поручил старшему сыну завоевать саяно-алтайские народы, так называемые лесные племена. Джучи не предал их огню и мечу, а договорился о подданстве. Из-за этого его не раз упрекали в отсутствие свирепости, свойственной для завоевателя. По приказу отца участвовал в разных походах, это в городах Швецу, то же самое Северный Китай. При захвате городов, вот Рар, Сауран, например, он говорил, что отец слишком жесток местными народами. Мавзолей Джучи Хана представляет собой портально-купольное строение из красного кирпича, высотой около 8 метров. Археологические раскопки начались в 1946 году. Центральная казахстанская археологическая экспедиция во главе с Алькеймом Аргуланом. Он скрыл гробницу, ну и обнаружил, что гробница оказалась разграбленной. Местные населения указали ему на то, что в 1929 году произведен был вандализм. То есть разграбление этой гробницы, все золотые одеяния, посуда, инвентарь были оттуда вывезены. Ученые провели анализ останков. Там два захоронения. Это как бы Бик Тумыш, жена Джучи Хана, и самого Джучи Хана. И он описывает то, что правой части кисти, руки не было. Соответственно, по легенде, что якобы там куланы его убили. Мавзолей над захоронением построили не сразу, в XIII или XIV веке. С тех пор эти места на берегу реки Каракенгир считаются священными. Вокруг столетиями хоронили степную знать. Вблизи могилы Джучи Хана археологи обнаружили 24 мазара Золотоордынского периода. На лицевой части П-образной выемки там были терракоты и плиты. Было написано росписью с узорами на чагатайском языке, в честь кого этот мавзолей был построен и в каком году по хиджре. Поэтому у местного населения никогда не было сомнений в том, что это Джучи Хан. Старшего сына Чингисхана похоронили здесь не случайно. Земли Улы-Тау считались священными задолго до прихода монголов. Посреди степей здесь находится горный массив. Его вершина – пик Ак-Мечеть или Аулия-Тау. Аулия-Тау в переводе означает «священная гора». Это самая высокая точка степного Улы-Тау, больше 1130 метров. По поверьям кочевников, место самое близкое к небу, а значит и самое близкое к верховному божеству, могучему Тенгри. На вершине Аулия-Тау очень много вот таких вот каменных небольших пирамидок. Их собирают паломники, когда обращаются к высшим силам. Считается, что так те не забудут об их просьбах. Сколько веков этой традиции сказать сложно. Она была здесь и до прихода Золотой Орды, и до распространения ислама. Восходит к древнему шаманизму и связанному с ним культу предков. Если окунуться в легенды, на вершине Аулия-Тау похоронены многие святые. Здесь в древности жили шаманы. Они же лечили людей с помощью местных целебных трав. Степники эти горы обожествляли, как место, где пересекаются небо и земля. И люди шли сюда со своими пожеланиями и молитвами. Перед смертью Чингисхан завещал своим сыновьям покорить вечерние страны. Земли, которые находятся на западе, на закате солнца. Войско должно было пройти до омывающего землю последнего моря и омочить в его водах копыта степных коней. В великий поход на запад армию повел старший сын Джучихана. Начали западный поход. Этот поход в территории современного Казахстана, в западном направлении, на Поволжье, на Русские земли, на Северный Кавказ, степи Перечноморья и далее в Европу. И вот этот поход, во главе этого похода поставили Батуха. Начиная с 1236 года, кочевники захватывают Волжскую Булгарию, города Руси, восточную и центральную часть Западной Европы. Одни города покоряются и платят дань, другие опустошают. Где-то войска не оставляют от стен камни на камне. Натиск завоевательных походов, вот этих вот кочевников, которые раньше мало кто видел, был сопоставим с характером природного катаклизма. Так это воспринимали люди оседлых обществ, тех стран той средневековой эпохи, которые никак не ожидали увидеть такое огромное, мобильное, хорошо вооруженное войско. Когда копыта степных коней коснулись вот последнего, как считали степняки моря, Адриатики, пришла весть о смерти Кагана империю ГДН. Батый приказал войскам вернуться в степи. Завоевание Европы прекратилось. С учетом уже захваченных территорий в Центральной Азии, Китае и Иране, империя Чингисхана в это время становится самым большим государством планеты. Она единая, существовала достаточно недолго. Уже при внуке, внуках Чингисхана эта империя распадается. Образуются отдельные государства. Одно из них – Улус-Джучи, который позднее стали называть Золотой Ордой. Сохранились сведения, что официальное разделение огромной империи монголов произошло на реке Талас. Это где-то между современными Казахстаном и Кыргызстаном. Ученые даже точный год называют – 1269-й. На Таласском Курултайе или Большом съезде встретились потомки трех из четырех сыновей Чингисхана – Джучи, Чигатая и Угадея. Они заключили союз против потомков четвертого сына – Тулуя, которые в это время правили в Китае и Иране. Но самое главное – ханы договорились о разделе империи на разные государства. Одним из них и стала Золотая Орда. Золотая Орда включала территории Западной Сибири, часть Центральной Азии и степей Руси, земли Волжской Булгарии, Северного Кавказа и Крыма. Теперь столица была не в далеком Каракаруме, а в городе Сарай в Нижнем Поволжье. Отобранный у завоеванных народов богатство – это единоразовый доход. Пришел, отобрал, ушел и стратил. Монголы же хотели, чтобы завоеванные территории были источником постоянной прибыли и добились этого, причем не только путем даний налогов, но и через караваны купцов. При них стерлись бывшие ранее границы, и образовалось единое огромное пространство, то, что сегодня мы могли бы назвать свободной зоной торговли. Главным источником доходов Золотой Орды была вовсе не дань с русских княжеств или с каких-то других вассальных территорий, это была все-таки капля в море по сравнению с торговыми доходами, которые Золотая Орда получала. Это была в первую очередь вот та самая таможенная пошлина, таможенный сбор, который составлял в разные времена от 3 до 5% от стоимости товара, который либо продавался в Золотой Орде, либо провозился через ее территорию, так называемые транзитные пошлины. Почти полтора тысячелетия Великий Шелковый Путь был главным торговым коридором планеты. Караванные дороги связывали Восточную Азию со Средиземноморьем. По пути из Китая в Европу вывозились кожа и шерсть, ремесленные изделия, рабы, шелк и пряности. Дорога была длинной, свыше 12 тысяч километров. Включала в себя десятки веток, сотни торговых городов и караван-сараев. В 13-14 веках большая часть пути контролировалась империя Чингисхана. Она понимала, что чем больше будет торговля между Востоком и Западом, тем больше она получит выгоды экономической от этого. То есть, ну, все мы знаем эту формировку, которую придумал Илью Чуцай по поводу того, что можно завоевать империю на коне, но управлять ее с коня нельзя. То есть, соответственно, нужен четкий рациональный, экономический подход для того, чтобы империя процветала. Правители Золотой Орды не только развивали отдельные торговые маршруты. В 14 веке они направили через свои земли основной поток товаров Великого Шелкового пути. При Узбекхане стала активнее развиваться так называемая Северная ветка. Часть караванов, которые традиционно шли южным маршрутом по территории Ирана, стали двигаться через Ирдаринские города или Прикаспий в сторону Поволжья, а затем к портам Черного моря. Золотая Орда являлась главным коридором для вот такой трансконтинентальной торговли. Торговый путь из Европы в Азию. Значительная часть Великого Шелкового пути знаменитого проходила через ее территорию. Плюс вот эта морская торговля, итальянские и морские республики приходили в порты именно Золотой Орды, потом посушили их товар и везли дальше. На территории Золотой Орды, да и всей империи Чингисхана, купцы могли не переживать за сохранность своих товаров. Нужно было лишь заплатить единоразовую пошлину. После монгольского взрывания на огромных пространствах Евразии восстанавливался такой железный порядок. Когда от Восточного Китая, как говорится, от берегов Желтого моря, караваны могли шли там до Причерноморья. Великий Шелковый путь в это время вообще очень сильно ожил. Была единая империя, была единая система мер, весов, была унификация, торговля тоже была спокойна, потому что она уже междуусобицы, не могли на них повлиять. Ну и вот при всем тяжести орденского владычества, это был такой позитивный момент. Нападение на купцов карали смертью. За сохранность товаров отвечал правитель или его наместник. Напоминает современную идею государственного страхования. Потери купцов, скажем, от разбоя, от грабежа и так далее, возмещала казна. Мы знаем несколько таких случаев при хане Узбеке, это просто в источники попало. Когда купцы, которые в связи с действиями подданных хана теряли доход свой какой-то или имущество, товар, им ханская казна возмещала. Как хан потом с виновников спрашивал, другой разговор. Основа торговли города. Разрушенные на торговых путях поселения, как правило, быстро восстанавливались. На перекрестках караванных маршрутов строились новые. Это были многонациональные города, причем там, значит, были ремесленники, там, значит, люди разных, в общем-то, профессий. Ну, тем более, чтобы узнать тактику монгольских завоевателей, еще Чингисхан, они при разгроме какого-либо государства, города, они всегда отделяли, значит, ремесленников отдельно, людей, которые умели что-то делать. Их трудом, вот, конечно, возводились города Золотой Орды, в общем, во многом. Ряд русских городов имеет золоторинское происхождение. Ну, это, кстати, Астрахань, который по-разному, Хаджи Тархан назывался и так далее. Ну, город Тюмень, допустим, это тоже, в общем, связано с ординскими. Многие города, они, в общем-то, расцветали. Вот, например, город Азов, который носил название, в общем-то, Азак. Бату построил город, сарай Бату, который мы знаем, как от сарая Аль-Махруса в последующем, то есть старый сарай. И при нем это вот, безусловно, началось это строительство городов. Тот же самый Ибн Бату, когда описывает сарай, он говорит о том, что это один из самых красивых и больших городов, которые он видел. То есть это, на самом деле, он утром вышел и только к вечеру доехал туда, куда нужно было. То есть это, значит, масштабы городов были огромные. Расцвет многих торговых городов средневекового Казахстана приходится именно на золото-ордынское время. Одних только городов, руины которых мы там, то там, то там, значит, на них натыкаемся, исследуем их около 150. Самые известные из них, допустим, на территории Казахстана, это Саганас, Айрам, Отрар, Царайшек. Руины Сарайшека находятся на западе современного Казахстана. Город вырос из небольшого торгового поселения возле переправы через Урал. Есть свидетельства того, что Сарайшек построили во времена Батухана, 13 век. Кто-то считает, что еще позже, в начале 14-го, при Узбекхане. Как бы там ни было, развитие города Сарайшек тесно связано с историей Золотой Орды. Из трудов путешественника Ибн Батуты мы узнаем, что в Сарайшеке останавливались сотни караванов, которые шли из Азии в Европу и обратно. Считалось, что эта река, Урал, разделяет два материка. В 14 веке это крупный торговый центр Евразии. В период расцвета в городе жили до 50 тысяч человек. Были районы ремесленников и торговцев. Здесь можно было услышать китайскую, тюркскую, арабскую речь, встретить итальянских купцов и торговцев харезма. Археологи нашли фундамент комплекса зданий, который мог быть ханским дворцом. В Сарайшеке чеканилась собственная монета. Уже в 14 веке здесь были водопровод и канализация из керамических труб. В период Золотой Орды развивались и другие торговые города Казахстана. По словам летописца, на базары Сыганака ежедневно заходили 500 верблюдов с вьюками, из которых к вечеру ни один не оставался непроданным. В Сауране в 14 веке строились ханаки, медресе и мечети. В 13 веке разрушенный Чингисханом Атрар вновь был отстроен, стал крупным торговым и ремесленным центром, подпитывал экономику Золотой Орды. Не случайно, когда началась борьба между Золотой Ордынским ханом Тахтамышем и среднеазиатским правителем Тамерланом, Хромым Тимуром, то Тамерлан, вступив на территорию Золотой Орды, постарался уничтожить именно торговую инфраструктуру. Вот эти самые города, караван-сарай и так далее, чтобы подорвать главный источник доходов Золотой Ордынских правителей. После Тамерлана, безусловно, когда все города были порушены, случилось так, что и ханская власть уменьшилась. Потому что раньше ханы имели огромные материальные ресурсы, могли с помощью денег от городов управлять государством очень высоко и качественно. Мы находимся в Туркестане, одном из главных городов тюркского мира. Еще со времен Средневековья это духовный центр и политическая столица казахского ханства. Мавзолей здесь менялись десятки правителей, даже несколько государственных объединений, но неизменным всегда оставалось одно – вот это здание. Символ сердца Туркестана – мавзолей Хаджи Ахмеда и Сави. За шесть столетий мавзолей успел побывать и резиденцией ханов, и некрополем, и местом паломничества. Считается, что здесь похоронен один из ярких проповедников ислама 12 века, философ и суфий Ахмед и Сави, почитаемый во всем мусульманском мире. Его в народе называют второй Меккой, то есть одно паломничество в Мекку и три в мечеть мавзолея Хаджи Ахмеда и Сави, то есть они считаются равными. Именно по этой причине обязательно паломники посещают эту святыню. Считается, что именно Исави сделал ислам доступным и понятным населению Туркестана. После него религия пророка стала в степи народной и была принята кочевниками. В конце 14 века эмир Тимур захватывает и разоряет города Золотой Орды в Центральной Азии, Крыму и Поволжье. В 1395-м он окончательно разбивает Тахтамыша, последнего хана Единого Улу Саджучи, которого сам же до этого и посадил на престол. В честь победы Тамерлан приказывает построить грандиозный мемориальный комплекс. Так появился мавзолей Хаджи Ахмеда и Сави. Слабеть Золотая Орда начала еще до конфликта с Тамерланом. Среди основных причин экономические. В мире наступает период великих географических открытий. Главные торговые кланы Европы, генуэзцы и венецианцы находят новые торговые маршруты, прежде всего морские. Великий шелковый путь теряет свое значение. Европа начинает искать пути в обход Золотой Орды. Вся вот эта вот великие географические открытия именно с этим связаны. С одной стороны, Золотая Орда познакомила Европу с богатствами Китая и Индии. С другой стороны, она сама оказалась заложником, что, увидев вот эти вот богатства, прочитав у Марка Пола, да, увидев ту частичку богатств, которые в Европу попадали, европейцы, конечно же, захотели в обход Золотой Орды получить доступ к Китаю и к Индии. Военная элита недополучала доходы, терялась лояльность к власти. В середине 14 века за два десятка лет на ханский престол претендовали больше 20 человек. Начинается династический кризис, который историки назовут «великой замятней». Такие государства могут существовать, пока они централизованы. Как только возникает противоречие внутренние, сразу начинаются междоусобные войны, которые приводят к разрушению структуры. Так и с Золотой Ордой происходит. После хана Тохтамыша уже ни один из правителей Улуса-Джучи не имел сильной центральной власти. В 15 веке на территории некогда единой Золотой Орды стали появляться отдельные государства. Прекратили платить дань русские княжества. Отделилось Сибирское ханство, Казанское, Крымское, Астраханское и другие. Султаны Киреи и Жанебек откочевали от хана Абулхаира, хана кочевых узбеков, и образовали свое государство. Первоначальная территория казахского ханства занимала, между речи, Чуй-Таласа. Затем уже границы государства были расширены. Вначале под властью Жанебека и Кирея объединились около 200 тысяч человек. Но уже через 40 лет население молодого ханства увеличилось практически до миллиона. Их стали называть казахами, свободными кочевниками. Они упорно считали себя правителями Улуса Джучи. Почему именно Жанебек и Кирей стали ханами на территории Казахстана? В первую очередь, потому что они были прямыми и близкими потомками ханов Золотой Орды. Это Урусхан, который два раза на престоле Золотой Орды сидел. Это их общий предок. Отец самого Жанебека, Баракхан, который тоже был ханом Золотой Орды. Заложенные Золотой Ордой традиции и реформы продолжили жить и после ее распада. Ханом на Кагата, входивших в ее состав территориях, мог быть только Чингизид, потомок Чингисхана. Игра на дамбре, музыкальная культура. Потом форма одежды. Она как раз повторяет зон транскультуру, питание. Вот эти курты, курты или баурсаки, это как раз тоже восходит к Золотой Орде. Одна из заслуг Ууса Джучи – развитие системы денежного обращения. Каталог золотордынской нумизматики содержит более 600 видов монет. Были золотые монеты, серебряные. Они имели хождение в Европе, по всему миру практически. Большая часть медных монет называлась пулами. Пользовались также дирхемами, заимствованными арабскими серебряными монетами. По одной из версий их официальное название – Данг, Данга. Отсюда произошли русское слово «деньги» и название казахстанской национальной валюты – теньге. Данга – это деньга, это деньги. Она так и оставалась еще валютой. Еще долго оставалась при царях, оставалась валютой. И она была мировой валютой в то время, во время Золотой Орды. В государственном устройстве, экономике, налогообложении и языке золотордынский след и сегодня виден в большинстве стран Евразии. Это идея отсутствия внутренней таможни. Вот с этим боролись прямо ханы Золотой Орды, потому что эта идея была революционной для Средневековья. Что каждый город не должен собирать свой налог, каждый правитель не должен собирать, что существует единая таможня на границе государства. Под властью Золотой Орды объединились разные народы и религии. В то самое время, когда в Европе горели костры инквизиции, здесь исповедовали различные веры. Кого к них там только религии не было. То есть, например, война Нагая и Тахты, это была во многом война буддийской и исламской партии. За то, кто станет главным. Мы помним, что там Сартак был инвестарианином. Дядя узбека принадлежал к католической вере. То есть он был связан с орденом францискальцев, и четкие есть письма, которые фиксируют то, что он был католиком. То есть, например, хан Купа, один из тех ханов, который стал после Бердебека, мы знаем, что он тоже был христианином. То есть у него одного сын назвали Михаил, другого Иван. Хана Золотарды, они не лезли в души другим народам. Они не заставляли говорить на монгольском или, скажем, на татарском языке. И армяне, и грузины, и азербайджанцы говорили на тех языках, которые они знали, или народа Кавказа. Они поступили довольно просто. Плати налоги. А как хочешь, так и живы. Сегодня страны Евразии воссоздают общее экономическое пространство и международные маршруты торговли. Казахстан намерен стать важной частью нового шелкового пути между производителями Китая и потребителями Европы. За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахстанско-китайский логистический центр в порту Лянь-Юньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт Харкос-Восточные ворота. На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. За 7-8 столетий степные дороги поменялись на трансконтинентальные коридоры, а караваны верблюдов на более быстрый и удобный транспорт. Но суть заложенной монголами идеи осталась прежней – создание надежного, выгодного и удобного международного транзита товаров. Можно говорить, что это была первая, как говорится, такая международная система в истории человечества, которая охватывала подавляющее большинство стран старого света. Где-то огнем и мечом, а где-то дипломатией Золотая Орда перекроила политическую карту Евразии, дала основу новым государствам. Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизации. Великий шелковый путь, Золотая Орда, Евразийство составляет важные звенья культурного кода казахов. Золотая Орда